Привет, друзья! Я здесь Любитков Юрий и продолжу рассказывать о том, что происходит в России. Сегодня 13 июня. На мой взгляд, сейчас самое интересное событие, которое произошло вчера, 12 июня. Вчера был выходной, День независимости России. Объясните мне, от чего. Вот. Но вчера же пришло сообщение о том, что на московской бирже прекращаются торги евро и долларом. Потому что московская биржа попала под санкции. Я почитал сообщение от московской биржи. Там написано, что да, торги будут на основной площадке, то есть на валютном рынке, прекращены по этим инструментам. Но продолжатся торги на внебиржевом рынке. То есть по-прежнему можно купить доллары и евро на внебиржевом рынке. Что с ними делать, не совсем ясно. Можно будет вывести их или нет с биржи, не совсем ясно. Будем выяснять. Кроме того, прекращены торги на поставочные инструменты, деривативы с этими активами. Ну, я что-то не припомню, чтобы были. Я сначала испугался, думал, что фьючерсы отменят на доллары, на евро. А нет, судя по всему. Потому что фьючерсы на доллары и на евро, они не поставочные, а расчетные. То есть при экспирации фьючерса мы получаем деньги, эквивалентные стоимости той, ну, базового актива в рублях. Какой курс будет в рублях? Ну, тот, который уже на внебиржевом рынке сложился. Я думаю, что очень сильно вырастет волатильность при этом. Потому что внебиржевой рынок, он все-таки очень-очень, ну, маленький по объемам, скажем так. Конечно, объем увеличится, но все равно это внебиржевой рынок, где работают, ну, в общем-то, частные игроки. Он не такой большой. Что будет с импортерами, где они будут покупать валюту? Ну, судя по всему, в банке. Потому что говорится, что банки могут совершенно свободно покупать, продавать валюту. Обменники работают. И так далее, и так далее. И с утра, когда я вот шел на прогулку, я так, ну, краешком глаза глянул на новости. И какая-то дурацкая, на мой взгляд, новость была, что в Петербурге выстроились очереди к обменнику. Мне кажется, это фейк. Почему? Ну, потому что по заявлению Центробанка там ничего не меняется, типа. В смысле, вот, только на бирже. Что Центробанк к этому готов, и так далее, и так далее. А очередь в обменник. Так, обменники все при банках. Но, как банки выдают доллары? Откуда они их берут? А банки выдают доллары только из тех запасов, которые принесли им люди. Чтобы продать эти доллары. То есть, банк покупает у одних людей доллары, и продает другим людям эти доллары. Много ли сейчас людей, которые продают доллары? Да их и раньше было, в общем-то, немного. Откуда они? Вот, поэтому, ну, откроется этот обменник в 9 часов. Кто-то, может быть, купит 1000 долларов. И банк скажет, все, деньги кончились. Валюты нету. Ну и привет, ребята. Вот, ни долларов, ни евро нету. Покупайте юани. Юани можно. Юани можно и на бирже. Вот. Да и зачем вам доллары, если вы в Америку не летите? Ну, логично ведь. Так что, посмотрим. Вчера я пытался перевести деньги, ну, скажем, в Казахстан. Вот. Короче говоря, у меня это не получилось. Тот канал, по которому я обычно это делаю, вот, был перекрыт. Написано, в связи с техническими работами, до 12 часов завтра. То есть сегодня. Посмотрим, что будет после 12 часов сегодня. Этот канал... Ну, как бы, такое происходит регулярно. Такое происходит регулярно. Там, последний раз это было, что-то, неделю или две назад. Когда обновлялось приложение соответствующее. Вот. Там было сказано, там до 11 часов будут проблемы. После 11 часов проблемы были сняты. Как бы так. Да, и мне письмо пришло на e-mail о том, что, значит, там какая-то новая редакция, там договора и так далее, и так далее. Вот. Что это за ресурс я не буду говорить. Ну, пока такая легкая заминка. Вот. Ну, чего это коснется, не коснется, не знаю. По-прежнему есть люди, конечно же, которые хотят перевести деньги в Россию. Их немало. И есть люди, которые хотят перевести деньги из России, например, да? Их меньше сейчас. Я уже говорил об этом как-то недавно. Вот. Ну, эти встречные потоки, ну, никак. Обрубить невозможно. Это все равно, что обрубить. Проще обрубить возможность перевода через криптовалюты. Потому что в криптовалюты есть точка входа, точка выхода, на самом деле, на этот рынок. Она не вполне. И вот эти точки входа и выхода на криптовалюты можно обрубить. Здесь такие встречные потоки можно обрубить только обрубив интернет. Там телеграмм и так далее, и так далее. Вообще все обрубив. Так что будем посмотреть. Сейчас все биржа не открыта. Я вот вернусь, откроется биржа. Посмотрим, что будет. У меня открыты позиции по индексу РТС. Индекс РТС – это индекс ценных бумаг на московской бирже, который рассчитывается через доллары. Есть у меня подозрение, что с открытием биржи курс, ну, доллара, скажем так, резко вырастет. Соответственно, курс, ну, как вырастет? Просто вырастет. А индекс РТС, наверное, упадет. Ну, почему курс доллара вырастет? Ну, как бы курс доллара вырастет, понятно, вне биржевых торгах. А на биржевых торгах его просто нет. И расти там нечему. Вот. Но все это скажется, я думаю, на каких-то производных инструментах. В течение дня это быстренько успокоится и придет на новый уровень. Что еще важнее намного, на мой взгляд, это то, что сокращается импорт в Россию. То есть США накладывает постоянно санкции на те банки, которые продолжают торговать с Россией, через которые проходят платежи между Россией и другими странами. Вот. На эти банки, ну, эти банки жестко предупреждают и так далее. И торговые показатели показывают, что... Показатели показывают... Ну, короче говоря, статистика показывает, что импорт сокращается. Пока так постепенно. В разных отраслях по-разному. Я приводил эти данные в своем телеграм-канале. Репост сделал. Но сокращается. К чему это приведет? Ну, ограничение импорта приводит к тому, что надо где-то его брать. Ну, первое логичное следствие это то, что цены на импортные товары вырастут. Вот. В связи с их нехваткой. Рублей-то хватает. Вот. Это во-первых. А во-вторых, ну, это стимулирует, если честно, российскую экономику. То есть, это стимулирует российских производителей производить какие-то суррогаты. Какие-то заменители. То есть, вот скажем, ну, начнут точить какие-то запчасти на иномарке, например. Да, потому что, ну, как бы, начнут. Никуда они не денутся. Заводы есть. Вот. Начнут точить. Ну, так же, как сейчас огромное число запчастей китайских. Ну, они станут российские. Производство какого-нибудь там Тольятти или еще чего-нибудь. Вначале это будет запчасть отвратительного качества. Потом, я надеюсь, будет все улучшаться. Вот. Это то, что я вижу. Ну, а дальше посмотрим. Продолжение следует...